Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Матфея 10 глава с 26 по 27 стих. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Толкование блаженного Феофилакта. Извлекайте утешение из того, как поносят меня, ибо если меня назвали князем бесов, что странно, если оклевещут и вас, домашних моих. Назвал их домашними, а не рабами, показывая тем, как бы свою родственную близость к ним. Впрочем, говорит, будьте уверены, что истина не скроется. Время обнаружит и вашу добродетель, и злобу клеветников. Слово Божие говорит, что если кто надеется на Бога, на Христа только в этой жизни, не заботясь о будущем, самые несчастные люди, нам дано не только веровать, но и страдать, чтобы мы не унывали от этих клевет. Вот я смотрю, кто мне известный в интернете, ни одного человека нет, на кого бы не говорили, не поносили, худо. Начиная с президента, Медведева, Медвепута, мы как только не называют, там и жены не такие, там еврейки. Ну еврейка, это плохо, что жена еврейка, это вину ставит. Это ребенок поцеловал там Путин в животик, все, гомосексуалист, педофил там, то есть такое сумасшествие идет. Ну даже о патриархе-то, ну что-то сказал к делу, что вот не проповедует о Христе, то, что по слову Божию. Ну связи с властями, это никуда не гонится. Ну привязывается ко всему, буквально там Андрей Кураев, Осипов, никого нету, чтобы дико, безбожно и неправильно не поносили. Ни одного пока не нашел где-то. Поэтому, ну это Господь сказал так, его назвали Христа не просто бесом каким-то, а начальником над бесами, то есть дьяволом. Ничего, на этой оперся, как раз если меня так поносят, ну почему вы удивляетесь? А я нашел другое еще. На меня сколько клеветали в газете, по радио, ну подрыв деловой репутации, я даже судился одно время, они лагерь разрушать поставили задачу и неудержимо лезли. Ни одного слова не могут сказать правильно. Пол страницы газетной, небольшая, средняя газета, и 47 неправд. Ну ясное дело, что они не имеют ничего. Я благодарил Бога, что они ничего не могут сказать правде. А за мной-то, конечно, какие-то грехи есть. Как у меня брат и отец Аким, он священник. Ну и они там со священником где-то были, сейчас не знаю, в Исселькуле или где. Ну а людям-то надо вернуть свое власие, который был до этого-то там в Тобольске. И они начинают к архиерею писать жалобы. Ну тогда все было под контролем уполномоченных по религиозным культам. А это были, как правило, генералы КГБ в отставке, очень умные люди, понимающие. Вот они приехали к архиерею, это батюшка рассказывает. И, ну надо что-то сказать, ну что, к женам не ходят, к чужим. Тогда другое. А они много дров сожгли. Ну сколько дров-то сожгли? И архиереи-то их спрашивают. Ну это все же прихожанки, отмахнуться тоже нельзя от них. Они сожгли там пять машин дров. Так пять-то машин, это может пять домов протопить были. Ну, к примеру. Так из бабы сгорело-то. Ну они натопят, потом выйдут на улицы в трусах, ходят двоем со священником по ограде. Зимой в Сибири ходят в трусах. Ну, вот вино для причастия покупали когда, и они там его выпили и все, а для причастия-то и нет. Ну сколько покупали? Архиерея берет, народу-то много приходит, причащается, с самого севера едет. Другого не знают, но причащается знают. В этом абинете, ну вы видели хоть раз их пьяными? Нет. Ну батюшка-то это узнал, узнал кто? Он их, батюшка, встретил, как это прихожане его. Они идут потом исповедоваться, причащаться. И он говорит, ну вы ездили архиереи, жаловались-то. Ведь он не принял. Почему? Потому что они правду говорили. Вы бы со мной поговорили, я бы рассказал правду о себе, свои недостатки, за которые архиерей мог бы меня придавить, даже перевезти на другое место. Он этим прямо сразил. Ну как, сам о себе? Ну конечно. И люди, которые на меня клевещут, где в интернете это сектанты, там чего только нету, даже не выскажешь. Ну такие обвинения, что подсудные прямо. Чуть ли не кровь человеческую пью, детей режу в лагерь беру. Безумие полное. Я всегда про себя улыбнусь и думаю, господи, как ты меня скрыл. Они ничего не могут сказать. А зачем бы они придумали, если бы знали? Придумывать не надо было им. И поэтому из этого я извлекаю даже пользу. Когда клевета какая-то идет, я знаю, я ее переношу. Господь меня вот этой волной темноты, которую она пускает, скрыл от них глаз. У них перед ними эта волна стоит. И они ничего не видят. Меня они не видят. Потому что они напустили дым у этого, ядовитого зарину. Дымовое завесу-то. И сами меня скрыли. Вот обвиняют. Я даю... У меня книг 38 вышло из печати. Вот это вот Новый Завет. Трехтомник-то. Ну и тут были двое отступников, отошли. Они... Тогда еще, кажется, 4 тома только было открытым оком. А их-то 30. Ну они 4-е-то разбирали. Ну что разбирали-то? А они ничего не понимают. У меня стихотворение в книгах 3467. Ну вообрази, по 9 куплетов каждый. Они в стихотворениях запутались, не могли ничего сказать. А тут Игнатий считает, что священное писание выше священного предания. Ну а как же не считать-то? Не по преданию Бог будет судить, по писанию. Это основной кодекс уголовный у Бога. Это основная конституция. Дальше. Игнатий утверждает, что... И дальше. На причастии должен быть пресный хлеб, и католики правее нас. Ну и что? Ну я причащаюсь, как есть где-то. И вот они это все выставили. И выставили в интернет это обвинение. А другим теперь, в московской патриархии, дают задания. Цензоры собираются при епархиях, как Тульская епархия, там, Кемеровская. А они, ну кто там, студенты, может какие-то кандидаты. Они дальше-то не идут. Они в интернете натыкаются на это, их исследования, и больше ничего не считают-то. Ну какие-то обвинения. Смешно даже. У нас в уставе написано в деревне, чтобы зимой никого не приглашать. А они-то наоборот все переворачивают. Что? Потому что разъезд пустое место, ни одного здания нет. Идти в какую сторону, следа никакого нет. Деревня-то там 10 домов, они скрыты за березами. Поезд приходит среди глубокой ночи. Ну сибирские морозы. Ну и что? Ну и ничего, замерз. Около деревни у нас нашли, но она не к нам шла. Заблудилась. У нее мороженая девка, скорчена. Уж вороны когда летали. Другой, хотя бы коротко, я не знаю, к нам он ехал, они говорят, но наш знакомый. Его в кустах нашли, он замерз там. Разве это плохо, что мы заботимся о людях? Нельзя. Наши из Потеряевки везут продукты, они сначала в обратном направлении, едут на урывку. 10 километров на снегоходах. А оттуда, там уже трасса идет, тогда на Барнаул. То есть большим кругом сбывать-то надо продукцию как-то. Зимой тоже коровы доятся-то. И вот выдумывают и выдумывают, и я нашел в этом положительное. Когда я это нашел, мне просто стало приятно благодарить Бога. Господи, как ты меня скрыл? А остальные, которые враждебно настроенные люди. Вот вчера в интернете столько нашел. Ну, бывает и люди, которые были. Да вот он священник, и он принадлежит там к подпольщикам. А один, который у нас был, журналист Ганов. И он говорит, да он никогда не принадлежал к тем, и священникам не был. Это я же там не был. Они вот косяка дали, косяка дали. Другие там нападают еще что-то. Тут пять девушек в техническом университете пропали. Ну, там где-то в лесополосах находят запаханное где-то. Но пока их не нашли, приезжали. И к Киргизовой, и к Сене, к потерянной девушке этой, приезжали родители. Я и не знал. Они под видом привезли ребенка в лагерь. Потому что они везде искали, они не знали. Может, она, говорит, уверовала. А я как раз в этом университете занятия вел 17 лет. Может, она обратилась и соблазнилась, и поехала в катакомбы, как пензенские затворники. Приехали, а ребятишки сидят там, телевизор смотрят, или кино, или играют в футбол. Ну, что? И приехали-то с КГБ. Ну, ничего нигде нету. Нету. Я Бога благодарю. Он скрыл меня под ризой любви своей. Ведь это ни день, ни два. Я все время стою на ветрах. Самое опасное место – это у дверей стоять. Я всегда стою там. Это горящее, холодное. Быстрее всего в колодце сгнивает не тот сруб, который выше воды и ниже, а на уровне которого, она то выше, то ниже, и самое гнилое место. Я стою вот именно на этом стыке. На меня все ветры, все нападки, где бы чего не было. У меня жизнь была бы другая, если бы я молчал. Но я вижу, не так и говорю. Не говорит об этом ни Кураев, ни знакомые мне священники, хорошие священники. Ни архиерия. Почему? Все боятся. У них должность. Его могут снять. Определенно, четко снимут. А у меня ничего нету. Откуда меня могли угнать с работы? Диплом. Я все бросил в самом начале. Я совершенно неуязвим. Но единственное, что могут посадить. Посадить. Так награда моя. Я на это и пошел. Пять тюрем за плечами. А тебя в дурдом запечатают. Печатали. 26 лет. Был мучен психиатрией. 26 лет. Это не 26 дней. Какой бы университет ни поступил. Тогда институты больше назывались. Все экзамены на пятерки сдам. Проходит несколько дней. Докопались. Кто и такой. Сразу вышвырнули. На работу примут. Шесть часов на работе. В окно со второго этажа документы выбрасывают. А почему? Ну органы тогда были. КГБ. Не ФСБ были. А потом они все расположились. И все по-хорошему. Даже органы КГБ. Все по-хорошему. Все. У меня врагов там нету. Мы поздравляем с праздниками друг друга. Почему? А они увидели искренность. И об этом сказали в епархии. Которые поносили. А там встал майор из КГБ и говорит. А мы его уважаем. Он искренне и говорит так как есть. У меня нет второго дна. Нет камня за пазухой. Я не согласен с властью. Я так говорю. Пишу письмо. Пишу президенту. Патриарху. И вот это что считаем мы. Оно мне близко. Дорого. Потому что проехалось по мне. Буквально колею выбило на моей спине. А рата и пахали. То есть пахали. Насиловали меня. Но я остался не поврежденный. Не распятый. Я все еще живу. Далее. Матфея 10 глава 28 стих. Не бойтесь убивающих тела. Души же не могущих убить. А бойтесь более того. Кто может и душу и тело погубить в геене. Толкование. Научает презирать и самую смерть. Наказание в геене говорит. Страшнее смерти. Потому что обыкновенные убийцы губят одно тело. Душе же иногда доставляет благо. Тогда как Бог, ввергая в геену, казнит и душу, и тело. В геене, сказал, означает им словом, вечность наказания. Если мы это знаем, шкала ценностей будет совсем другая. Гонение здесь, поношение, отъятие имущества, муки, пытки, голод, смерть. Ничего не значит в сравнении с той славой, которую Господь предназначил верующим в него. Ну вот надо все время смотреть на конец, концовку какая. Ну мы говорим, такой это мученик, он пострадал. Мучеников чтят все. Даже и сектанты, и еретики. Которые люди советской власти арестовывались, сидели в лагерях, такие как Храпов. Они, у них в почтении, как Бойко, Азаров Михаил. Поэтому, если ты знаешь, что это гонители вреда не приносят, ты должен увидеть, что они пользу приносят, они венец сплетают. Да они вот такое зло сделали. Вот у меня все отняли. А у меня тонн-студия была. 15 магнитофонов самых современных, маяк 205. У меня такая работа шла. Я снабжал 50 книг на аудио, насчитал и распространял везде. И вдруг все обрубили. Я сижу в камере один. Я знаю, что это... А магнитофоны все конфисковали. Конфисковали между собой, по кабинетам растащили. Я вижу у прокурора, у следователя. Мои магнитофоны-то. Но Господь утишил и сказал, я тебе дам еще больше. И так и получилось. Теперь Бог дал, благодаря Тим Бернерсу, или изобретателю интернета. Вот у меня все здесь есть. Абсолютно все. Потом сейчас в конце я это покажу. Я благодарю Бога постоянно. Нахожу в этом утешение. Только бы не покинул, не отнял Духа своего святого. Я человек страстный, увлекающийся чем-то. И меня все время Господь смиряет, чтобы я тихо себя вел где-то. А то я вылажу, где не надо. Ну, а потом я опять все равно вылажу. У меня как-то компьютер сломался. Ну, я тогда книги писал. А сплю мало. Мой сон был до двух с половиной часов доведен в сутки. Ну, я и вылез, вижу, там недостаток. Тут лезу, батюшка видит. Ну, везде я лезу-то. И он тогда, программист, тут Алексею загуляю, говорит. Да, Алексей, да поскорее-то я отремонтирую его. Ну, везде он лезет-то. Я не просто лезу, я конкретно показываю причины, как избавиться. Ну, не нравится это людям-то. А тут я заткнулся, я как книжный червь. Сижу тут по книгам, ответы эти проверяю, печатаю. 9 лет я провел, больше 30 тысяч часов за компьютером. Поэтому люди отдыхали от меня. Ну, все равно я где-то вылазил на улицу-то. Дальше. Матфея, 10 глава, с 29 по 31 стих. Не в двери малые птицы продаются зоосарий. И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Толкование блаженного фифилакта. Чтобы ученики не возмущались, как будто оставленное им, говорит. Если и воробей не может быть пойман без моего ведома, то как покину вас, которых так люблю? А чтобы показать особенно внимание и промышление, говорит. Что самые волосы наши на счету у него. Не думайте, будто воробьи ловятся без ведома Божия. Нет. Даже ловля воробьев неизвестно Богу. Когда он, знаешь, о той стоимости, цене, какую за нас заплатил Господь, что умер за нас, отдал свою жизнь, и он так бережет, что все данные волосинки на лысом черепе будут вечности, будут найдены. Удивляешься только, какую славу Бог приготовил детям своим. Поэтому смотришь на птиц. А я с детства орнитологией занимался, разных птиц дрессировал, голубей держу. Я все время как бы в этом русле иду. Посмотри, как он питает. Вот нынче у нас тысячная стая, не скворцов, а грачей, очень прожорливая птица. И их всех питает Господь. И за всем наблюдая, смотри и припоминай притчи Христова. А притчи-то Господь говорил кому? Рыбакам, те, которые шли на полу на природу. Они же сидели не где-то в больших конференц-залах. Поэтому нужно, вот как они говорили, возражали где-то Господу, не боялись. Ты пройди однажды через это. Чтобы пропитать со Словом Божиим. И тогда не будешь нести живое Слово с интересом, с благодарением Богу. Не в тягость это будет. Нас вот попросили вот так начитать Новый Завет с толкованием Блаженного Хофилакта. А далее там даже апокалипсис у нас с толкованием есть. Но не знаем, как это удастся. Богу слава. Матфея 10 глава, 32-33 стих. И так всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я и перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Толкование. Сим побуждает к исповедничеству. Недовольствуется верою, таймой в душе, но хочет, чтобы она исповедуема была и устами. Всякий, исповедующий Христа Богом, найдет самого Христа, исповедующим Его перед Отцом Своим, как верного раба. Напротив, те, которые отрекаются, услышат, не знаю вас. Ваши комментарии. Когда говорится, вот исповедую, два варианта, я как-то задумался, исповедую и отречешься. Ну а просто жить, я никуда не вылаживаю, сижу дома. Я не то, чтобы хорошим хотел казаться, но надоело мне, просто везде меня толкают, бьют, давят, режут, жгут и топят. Не получится. Этот вариант не предусмотрен у Бога. Кто меня не исповедует, а потом отречется. Вот только два варианта. Не исповедуешь и уже отрекся. Поэтому вот это сидение, тихое, смиренное, монашеское, оно все под вопросом и под сомнением. Идите по всему миру. Это четкая программа. Последний наказ Христа. Сидите. Монастырь Господь сам основал на 10 дней. Сидите и ждите Духа Святого. И вот я рассматриваю. Ну сидели и ждали они в Иерусалиме. Вот. А чисто монашеский образ жизни. Закрылись за дверями, за стенами, за мандрой. Архимандрит свой там Петр. Давайте сделаем трикели здесь. А то вот попытки построить монастыри. Не знаю, чего просят. Там толпа внизу шумит. Там бесноватого отрока привели. Там борьба с сатаной будет. И вот они сидели. И для чего? Доколе не обречетесь силою. И отсюда я делаю вывод. Что монастыри это свидетельство того, что люди не облеклись силой Духа Святого. Сюда попадают все исторические церкви. Православие, католики, григоряно-армяне, копты-сирийцы. Везде, где есть монахи. Что интересно. Монахов не любят мусульмане. Они, когда шли огоряне, там они убивали. В этом тоже я нашел смысл. Вы не хотите по-хорошему. Господь бич, смерч посылает на вас и выметает оттуда. Досиделись. Шесть веков просидели, и Мухаммад вышел. Я смотрю, вот, какой он был, как он действовал, как людей организовал. Это был бы один из самых лучших подвижников христианства. Я так представляю, прожаренный ветрами, молодой, сухощавый. Примерно, как вот сейчас фильм, многосерийный, 16 серий, Достали Николая, Раскол. И там протопопа-вакуум Кондратьев. Вот. Вот примерно таким я видел, вижу в своем воображении Мухаммада, Мухаммеда, Магомета. Вот примерно таким. Он был бы христианином. И все эти Южные Республики, и Турция, и все были бы. Но в Божьем плане это уже было занаряжено. Мы соглашаемся, но теоретически мы должны понимать, сказать и осудить себя. Шесть столетий. Я ссылаюсь на Андрея Кураева. У него трезвый ум в этом вопросе. Он говорит, за шесть столетий не послали ни одного Кирилла и Мефодия. В 632-м Мухаммад умер. 72 битвы у него было. Только две были оборонительные. Все остальные вперед. Он прорубал себе дорогу, как Моисей. Это бич Божий. По-другому нельзя на него смотреть. Ну, конечно, когда Бог творил мир, у Бога изначально было нас вразумлять. Пала гордость Византии. А сейчас это идет с другой стороны. Большую часть нам навешивают евреи. У них свой план. И тоже это допущено Богом. Придут к мировому владычеству. Ну, не понимают по-хорошему. Значит, будет то же, что с Ливаном, что с Сирией. Причину найдут напасть. Надо... А что делать? Молиться. Благодарить Бога и приготовиться умереть. Нужно людей учить правильно болеть. Не лечиться правильно. А болеть правильно. И правильно умирать. Не от смерти откупаться. А если уж Бог даст здоровье, даст. Не даст, значит ничего нет. Это все заложено вот в этих словах. Какие мы просчитали. Нужно не только считать, но увидеть, как это слово воплощается. Как оно живо и действенно. Какое оно острое. До разделения души и духа. Это что? Нас будут гнать, убивать. Это христианство. Это та религия, которая сама говорит о своем полном крахе. Ну, там единицы где-то останутся. Ему дано было вести войну со святыми и победить. Вот и все. Ваши комментарии. В самом начале, еще не подходя к созданию церкви, Христос ставит непременные условия спасения. Проповедь. Ни молчания, ни монашества, ни богослужения, ни самоуглубления. Хотя все это появится и сыграет свою положительную и отрицательную роль. Христос говорит притчу о сеятеле. Луки 8 глава 5 стих. Вышел сеятель сеять. Великим сеятелем является Иисус Назарянин. К подражанию, к следованию за собой, он призывает всех своих учеников. Этот принцип сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе, и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Воскресший Иисус ищет деятельной души, которая подчиняется Ему во всем и всюду, следует за Ним, как за пастырем. В дальнейшем, особенно в IV веке, с момента провозглашения христианства государственной религии, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан заполнят церковь, искренне, желающие спастись, увидят в этом гибель, невозможность исполнения заповедованного Христом и находиться в этой обмерщвленной церкви. И они побегут в пустыне, будут образовывать монастыри, писать свои уставы, почти не сверяясь, согласовываясь с Евангелем. Не согласовываясь с Евангелем. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плотью, и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий. В дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповедь ежедневно, открывая свои помышления руководителям-старцам. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображение, силы их духа, подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противоевангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие от Яна, 17 глава, 15 стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Движение души, потянувшись к Богу, может быть спасителем только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами спасителя. Церковь Христа – это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу, добрым саморянином, имеет свой дом знакомых, которым, конечно же, он и возвратится после излечения. Израненный грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную, заместительную жертву голговского страдальца, принимает его в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя и умирает за них на кресте и омывает их своей причистой кровью. Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный, антиевангельский путь. Он обязан почувствовать любви к ближним, подобным себе исповедовать Христа как анкция, как Пасху новую. Он должен выйти на пажить, как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцеленный бесноватый. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Перечитайте несколько раз этот стих, рассуждая от обратного. Мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскресшем спасителе, не будет искать эту пажить. Души, над которым он должен трудиться, он не спасется. Вошедший Христом в церковь и замкнувшийся в монастырских стенах, не исповедующий Иисуса Спасителем, обещанным и Иеговой Мессией, не спасется. Послание 1 Иоанна, 4 глава, 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, чтобы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем и исповедуют перед всеми, что это их светильник и руководство в жизни. 2 Кориффин, 9 глава, 13 стих. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Христос ставит непременно условие исповедовать имя Его перед теми, к кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он сам исповедует таких перед всей Вселенной в Судный день. Что это Его верные последователи, которые шли за Ним, куда бы Он их ни повел. Откровение 3 глава, 5 стих. Побеждающийся облечется в белой одежде, и не изглаживая имя Его из книги жизни, и исповедуя имя Его перед Отцем Моим и перед ангелами Его. Исповедать значит свидетельствовать о любви Божией, освящая мрак этой жизни. 1 Фессаллакийцам, 1 глава, 8 стих. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей, в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называют православием, прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душою, никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о Его скором возвращении на землю, такой веры первых христиане не знали, и такая вера в языческое окружение сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческими, которые преподносятся в обложке святости, но возрожденная душа скинет с себя эти береги и воскликнет. Псалом 118, 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповедованием Спасителя своего». Это мои комментарии в этих трех томах Нового Завета. Ну, если с чем-то не согласны, надо доказать, я показываю местами Писания, почему я так рассуждаю. Это взято другим шрифтом и двумя черточками, и написано «ЕЛ Игнатий Лапкин». Это не толкование, это комментарий на то, что говорит Блаженов Апилакт. Я не толкую ничего. Он толкует Евангелие, но хотя толковать нам и не запрещено. Ведь есть же Библия Гетца, Скоуфилда, Лопухина. Почему? А ваше имя тут стоит? Ну, на кого я буду ссылаться-то? Это моя перекомпоновка текста, все взято именно по стихам, а там-то взято по перекопам аммония было, пакетами смысловыми. Ну, вот, я считаю, ну, нравится тут, как составлено, как легко искать. Так не было издания. Оно по восьми параметрам, этот наш Новый Завет, издание его, лучше самых последних изданий патриархийных. Потому что я проповедник, миссионер, все время касаюсь Библии, и показано. Даже «Е» переведено в «Е», где это нужно. Почему-то эта буква попала в опалу, ее нигде не пишут, не поймешь, все или все. Суета-сует или суета-сует. Какую букву поставишь-то? Смысл-то другой. И вот здесь на патке, ну, смотрите, другой шрифт совершенно. Это был такой, тут на Панаил Судников и Романах. Он это все умел делать, подсказал. Благодаря ему и его совету появились вот это. Каким шрифтом я при всех своих недостатках имею одно качество – прислушиваться, задумываться. Как у Михалкова Никиты есть такой фильм «12», и там еврея одного обсуждают, а он ушел там в туалет, пришел, и его говорят, да, да, евреи такие мы есть. Но у нас есть одно качество положительное – задумываться. Ну, тем более, в таком месте, где был. Вот. Я все время задумываюсь, почему люди пошли этим путем. Как это можно было видеть? Вот сейчас там Мар-2, татары – это все были бы христиане. Этого не было. Но в Божьи планы это все входило за беззаконие наше. Поэтому остались мавитяне, считаем, остались филистимляне, чтобы они тревожили Израиль, нападали, долбили его, а они каялись, приходили к Богу. Вот это та же самая история и сегодня. Нам Божий план-то известен только в общих чертах, что будет этому конец, будет Божий суд, и будет налево и направо козлы и овцы, и будет вечная радость. Остальное не видел глаз, не слышал уха. Вот на сегодня, наверное, хватит. Дальше потом продолжим. По полчаса, побольше немножко записываем. Подойди сюда, сейчас все, я покажу, что у нас есть, какие мы богатые. Похвалюсь моим Господом, как языки похвалился перед послами, пришедшими там сирийскими. Вот он мой какой. Вот этот вот котенок, ему еще трех месяцев нет. Вот. У нас самая ценная, вот из 38 книг, которая подарена в 444 города и районных центра президентам, Путину, Медведеву, Лукашенко, Рамзану Кадырову. Вот. Вот это, как он выглядит. С закладочками. У меня все книги сшитые, сшитые, на овсетной белой бумаге, а фотографии, снимки намелованные. И мы раскрасили сами Гюставо Доре. 230 иллюстраций и 10 из этой, взятой из классики. Вот она, как красиво выглядит. Полный лист под обрезку. Это наша работа. И где в интернете сейчас выставляют раскрашенные гравиры Гюставо Доре, это тоже наша работа, как Шарик говорил, когда Барманталя там укусил. Вот. И в интернете у нас большое богатство. Самое ценное, что у нас есть, это вот православный библейский сайт во свете Библии. Ну, тут образ Христа, а тут закрывает вот эта специальная реклама, и она не дает посмотреть, что там есть. Я могу маленечко сдвинуть место, чтобы вот видно, вот образ Божией Матери побольше сделать. Но самое ценное, это вот справа столбец 55 папок. 4124 ответа я даю. Я очень много вел занятия в университетах, школах, техникумах, в тюрьмах, в воинских частях, во всех отделах милиции, три радиопрограммы вел. Ну, поэтому я сам даже считаю, что больше меня никто в стране не проповедовал. Я приезжаю домой, меня привозят, а дома стоят машины около, а я живу там, бывает, в бараке жил. Полковники, два полковника разных родов войск. Мы решили захрафтовать самолет, чтобы вас перевозить из одной области в другую. Это министерство военное. Я солдатами занимался, они набивают полный кинотеатр, даже пройти нельзя. Но я перед ними выступаю. Такой был тогда спрос, как говорит Бешено. И вот тут какие темы. Допустим, человека будущее мира интересует, да, болезнь, вера, будущее мира. Вот я в него ткнусь сейчас вот только. Вот. Тогда сейчас открывает оно сразу, где об этом написано. Но у меня сейчас идет там запись, и поэтому с трудом протягивает. Я загрузку веду. Вот она, вопросы. В первом томе, где вот они, эти вопросы. Будущее мира. 699-й, том 2-й, указано, откуда это взято. Том 3-й, вот, том 4-й, 1281-й вопрос. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вас сам вопрос показывает, что значит, может быть и такой вариант, что на второе пришествие на земле не будет верующим. Вот, мне записки, я плохо слышу, вот, а теперь в него только вот ткнул, щелкнул по этому вопросу. Сразу открывается этот вопрос, но уже с ответом. Здесь проделана большая-большая работа. На нашем сайте, на этом, возвращаясь назад, 50 книг ауя мной начитанных в прошлые годы. Это Библия, Архипелаг Гулах, Библия полная, 77 книг, 12 томов Ворона Златоуста. Ты можешь скачать на жесткие диски и идти. Кроме того, вот, на нашем сайте, вот, если, ну, кто зайдет, то, что я говорю, ему близко, он увидит, вот здесь написано зеленым, по коричневому фону, православной формы Игнатия Лапкина. Вот здесь. В него надо щелкнуть, и вы сразу перейдете на наш форум. Вот он как выглядит. Это 1440 тем. Тем. Тысячи роликов. Тысячи фотографий. Здесь ответы такие, что, ну, сколько проходит, допустим, месяц. Проходит полгода. Ну, он, сайт-то такой, частный. Ну, больше, 330 человек в день посещает. Но это мало. Очень мало. Больше тысячи одновременно там у Кураева. Но там непрерывная спора. У меня споров нету. Вот для чего я это говорю. Нету. Почему человек приходит, считает, он находит полное удовлетворение. Вообще нету. Вот, и со дня в день, ну, представьте, все-таки, даже 100 человек придут, и они находятся здесь. Сколько здесь стран мира показано, больше 100 стран заходит. Ну, там русские, где это есть имеется в виду, там еще Катар, такое государство-то, Южноафриканская республика. Вот. И никто ничего здесь не спрашивает. Бывает редко, в личку что-то дадут, и все. Вот, заходите на этот сайт. Кроме того, у нас сейчас открытый, жизнь православной общины, другой, это живой журнал. Живой журнал Игнатий Лапкин. Вот. Вот это вот ценно, православный видеоканал, открытым оком. Это у меня все книги называются серии 30 томов, каждый том 752 страницы. И во свете Библии. Это первая часть. Вот. И теперь здесь вот выступаю. Это первая. И дальше последние, какие выставляю сейчас. Тут администратор занимает. У меня отобрали эту власть над каналом. Я ужимаю и плохого качества. А у них лучше. А теперь отсюда я уже перекачиваю. Я сначала их сжимаю, маленькие ролики, они теряют качество. А потом соединяю их вместе. Еще теряются. Да и аппаратура-то такая копеечная, как говорят, мыльница. С чем снимаем-то? Но главное не в этом. Дело в том, что на этом нашем канале нет ни одного слова, ни одного слова предложения, чтобы была умышленная ложь. Где-то. Здесь я много, больше 30 роликов поставил, разбирая Невзорова Александра Глебовича. Я считаю, что он очень важный, нужный. Потеряли его. А теперь он, как выступает против православия, ясное дело, что Севала Чаплина уже с ним беседовать не будет. Ему указания дано не беседовать. Я разъясняю, почему. И вот ролики, уроки атеизма он дает. О чем он говорит? Я с другой стороны это объясняю. Показываю, в чем он прав, а в чем он не прав. Вот сейчас у нас на Mail.ru вот идет загрузка. Только что закончилась. Новое еще добавлено в альбом. Потеряевка. Вот я сейчас захожу, показываю, это что у меня было. Собрание второе. Вот сейчас открываем. Это 436 мегабайт в ужатом виде. Учитывая, что в 5 раз ужимает, то есть больше 2 гигабайт она была. Вот она опять. Mail.ru, к слову сказать, я считаю, это лучшая система в интернете. Лучшая. Ну не считая там, где формат, а само собой. А где можно вот так быстро общаться? Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуки, разные там, Твиттеры все. У меня на все есть страницы. Но я оттуда ушел, потому что там делать нечего. Там все рассчитано на младенцев. Ну, познакомились, я тебе сказал, ты мне как внуки, чем болеешь? Все пенсионеры, все больные. Вот. А здесь, вот они его покалечили в прошлом году. Одновременно на 10 тысяч человек я мог послать. В течение там 5 минут я это все отправлю. Большие послания, там, 3 тысячи знаков или даже 5 тысяч было и до 10 фотографий. ну, видимо, пакостили люди и у правительства кому подчиняются эти люди, владельцы, сказали прекратить это, не надо. Они поносят президентов, поносят все, что есть, блуд выставляют, ну, сами на себя, говорится, напоролись на это, а из-за них мы все пострадали. Ну, и даже в таком вот виде укорочено Mail.ru это очень и очень хорошо составленная система. Я не знаю, как даже назвать этот канал или вот. Вот в нем я всегда работаю. У кого есть желание, зайдите, Игнатий Лапкин. Тут 2 у меня странички. Одна я с голубем ставлю, а другая вот такая. Вот. Ну, а почему с голубем? Ну, потому что, когда начали пакости всякие делать, я в день раз по 20 менял только пароль. И ничего нельзя сделать было. Вот. Ну, вот она, видите, выступает. Я с голубем стою. Вот она. Это второе. Он дублирует тот, но я все время нахожусь именно вот на этом вот. Вот он, я его взял показать. Вот он, второй. А этот первый канал. Канал самый полный. Тут я день и ночь пропадаю. К слову сказать, я служил в морфлоте МФ. Ну, а теперь мне 74 года, и я отошел от очень многого. Ну, минимум 8 дел, которыми постоянно занимался, писать журналы, газеты, книги, стихи. Я намертво отошел от всего, ни одного стихотворения не пишу. У меня была переписка, 1200 писем в год посылал, писем такие, бумажном варианте. Теперь ни одного не пишу, надо кому-то сказал, это они сделают. Осталось МФ, молитва и форум. Это так уже сами нашел для себя утешение в этом. Поэтому кому это все понравилось, ну, прошу помолиться, потому что у нас миссионерская община, нынче мы проехали 15 государств, 130 городов и сел, 6 исламских республик, в дальнем зарубежье, в Венгрии, в Болгарии, в Румынии прошли. А теперь намерены пройти до Португалии и Скандинавию, Прибалтику, захватить и Англию. Конечно, как Богу это угодно будет. Причин много, чтобы мы это не сделали, денег нет, и вдруг Бог все открывает, находятся так называемые спонсоры, и все это выполняется. Но я своим делом занимаюсь, а ты тут можешь маленько показать кое-что. Вот. Наши сокровища. У нас антиспам система. И каждый день десятки видимо роботов каких-то приходят в досуг в Нижнем Новгороде. Вот каких-то они рекламируют нехороших людей. Ну я как могу их устраняю, но ничего нет. Вот прямо онлайн находится. Вот снимаю регистрационный ИП. Вот я его беру. Это у меня принтер щетки. Вот я его скопировал. А дальше управление вверху управление вставляю. Вот здесь блокировка ИП адресов. Вот они есть. Нужно вниз подтянуть бегунок. Сюда теперь вставку делаю. Сохранить. Я может делаю что-то неправильно а потом это растягиваю и вот здесь удалить этого. Вот я его удалил. Вот его уже нет. это кто какой-то непонятный где-то. А что он написал теперь я это удалю. А тут второй. Вот она опять есть. Их не проговоришь. Это не люди. Тоже онлайн. Я все время убираю. Кто знает как избавиться. Как они проникают сюда. Это не люди. Это роботы видимо. С какой целью они это делают. Доминиканская республика. Белгород. То есть те кто у меня помогает не могут ответить тоже. Но я считаю что это лишняя заноза и в свое время она загниет. Их надо убирать. поэтому тращу на это время. Вот видишь как делаю. Убираю. Если кто-то знает. А потом из текста убираю. Как это сделать чтобы они не попадали сюда. Их тысячи. Ни два не три. Тысячи. Ну я всех их затираю. Выкидываю. Разбирался бы сам. А то мне все это делают. Наше благовестие основано на том что мы едем по миру. Библиотеки дарим библиотеки. Книги наши дарим. Встречаемся с людьми. Беседуем. Рассказываем. А Боги дарим Евангелие. У нас большой материал Господь позволил нам иметь. Вот так. Вот сегодня у нас 15 октября 2013 года. Вот вчера посетило 277 человек. Вот посмотри где эта система статистика. Вот 277. Сегодня 37. Вот сейчас 15 минут седьмого. А мы встаем всегда в 4 40 утра. Вот на 9 человек больше. Вот вчера 170 сколько роботов было. Просмотры роботами 222. Вот они растаскивают что-то свое. Я тоже не разбираюсь в этом программисты хорошие. Они приходят смотрят. Вот оно. 37 человек. Я еще на улицу не выходил. Большая благодарность. Мы ежедневно молимся за Тим Бернар Салий. Как он облегчил эту связь. И телефон мобильный изобрел. Мартин Купер. Многие не знают. Да почти никто не знает. А мы за них молимся. Молимся за Горбачева. Потому что он помазанник Божий. Согласно Слову Божию Исайя 45 1. Он дал свободу церкви. Раскрепостил молву. А недостатки какие? Он за них ответит. Ну он живой. Поэтому нам не запрещено молиться. А не так, что пошел на покой и его забыли. Его везде поносят. Он не в фаворе, говорят, не в авторитете. Ну а я объявил, что буду молиться. Кто поможет? Ну и целая группа набралась, которая ценит эту свободу. Ту свободу, которую Бог дал России. Такой свободы никогда не было ни в России, нигде. Ну сейчас уже зажимаю, но еще лет 10 назад вот эти слова мои, я их в университетах говорил, мы за это должны быть благодарны. Да, вот то разворовали, но не будь Горбачева, то есть вот этого, у меня бы не было интернета, не было книг, не было книг, не было бы возможности мне выйти на свободу, нас 210 политзаключенных выпустили из тюрем, 210, в 87 году указ вышел 15 марта, а 25 меня уже оттуда выкинули, вот, не было бы деревни, которые с нуля строим православную, у нас бы мобильных телефонов не было, не было бы интернета в стране, это определенно, что, железный занавес-то, ну и все такое проще, я бы из тюрьмы не вылазил, детского лагеря не было, я начальник, организатор, создатель лагеря детского православного уже 41 год, являюсь начальником без помощи государства, мы ездим по стране, я выступаю в школах, в больших, больших городах, три радиопрограммы вел, там по телевидению, это все было немыслимо, и все это имело начало в перестройке, перестройке, поэтому надо реально посмотреть на это, но вот сейчас не было, а что тогда было-то, мне больше так сторожем не разрешали работать, притом только в милиции, вне ведомственной охраны, 72 рубля и живи, ну хлеб был дешевле, 16 копеек, мне хватало, мне хватало тогда при тех ценах 10-11 рублей на месяц, поэтому меня очень трудно взять в этом, вот некоторые боятся потерять там дачу, у меня ничего нету, вот здесь сидим, это домики, которые я выиграл у городской администрации, за то, что незаконно изъяли, 11 лет шел суд, и я его выиграл, вот это все в книгах описано здесь, я рассказывал для того, чтобы люди бросили подозревать, что, а, я-то делаю с какой-то корыстью, ну, как обычно говорят, тут ничего нету, корыстная статья у меня была, но она сдохла, во время еще, когда шло следствие, следователь пришел, ничего не подтвердилось, я не имел выгоды ни одной копейки, а имел только проигрыш, а на этом-то ловили всех и Греба, и Кунина, и тогда Александр Пивоваров, это я людей, которых очень уважаю, но у них эта статья сыграла, им это было в обвинении, у меня ее не было, осталась одна, 190 прим, тогдашняя, вот для слова Божия нету, это отдельно, вот ее вот ткнешь, для слова Божия нету, вот, но она, я говорю, что у меня тут идет загрузка, поэтому медленно идет, вот она сейчас, его будет открывать, это на сайте, а вот она, по заголовок идет, по пунктам, где лагерь, станд, вот, не отвращайся от трудной работы, там, 20 лет спустя, ну, какой бы заголовок не взял, об оглашенных, вот я в него ткнул, 264 страница, ткнул, вот она, сразу статья, видите, как сделано, это Евгений Клейменов, это был студент 5-го или 6-го курса медуниверситета, и он мне помог, не нашего круга человек, мы сами не могли сделать, и Бог всегда дает таких людей, мы каждый день за них молимся, вот, это человек с красным дипломом университет закончил, мы за него молимся, видите, вот, что бы где ни начал делать, говорят, вот ты сделал, да что я сделал бы один-то, сделала братья, у нас братья и я был, где ни коснусь, ну что, форум создал, Гавриил Речкунов, у него два высших образования, поэтому как раз заканчивают, почти у нас все с красными дипломами, и тут я ни одной буквы, потом, когда уже научили, заполнение, все мое, головной мозг, это мой здесь был, а все остальное, это его, вот, mail.ru мне тоже открыли, свои люди, тут уж говорить, вот сайт, это главного, это Евгений Клейменов, тут Третьяков Игорь, кто тут помогали, где-то, наполнение мое, те старые пленки достали, там, из-под земли, Златоуста, 12 томов, насчитанное, Жития 12 томов, Добротолюбия, ну, 50 книг, вот, они все здесь есть, вот написано, звук и видео, вот мы его сейчас столкнем, звук и видео, сейчас она перекидывает нас, эта система, на вторую страницу, вот она, аудиофайлы, Библия, насчитанная Лапкиным, Архипелаг Гулаг, Творение Златоуста, 12 томов, Жития Святых, 12 книг, вот я его ткну, вот посмотрите, какой труд здесь, вот я ткнул, ну, щелкнул, надавил, вот, вот теперь идет, я взял так, из 12 книг, а там на каждый день бывает, первый век, пятый, десятый, девятнадцатый, я выбрал первый век из всех 12 книг, вот первый век, каждая цифирка отдельная, это одна дорожка, два часа, пять минут, это пленки у меня были, катушки на 375 метров, четырех дороже, скорость 4,7 сантиметра в секунду, первый век, второй, третий, двадцатый, двадцатый, вот он здесь, а дальше каталог, на шитья святых, вот посмотрите, какая работа проделанная, теперь каталог, ну, что в этих цифрах-то надо узнать, а вот каталог, вот, имена святых, минута, секунда, на каком метре, время начала, теперь это уже файлы, вот первый век, вот они идут, 1, 5 сентября, 7, 9, вот кто здесь такие, и Аким, и Анна, и Алепида, мало того, я сейчас поменьше ее сделаю, я еще сделал то, чтобы видно было вот справа, сколько страниц в этой книге, вот, прямо справа, ну, вот эту окаянную рекламу, убрать я ее не могу, просто невозможно убрать, вот много или нет, 6 страниц, одна, а вот много, это, что тут, 13 страниц, 13, кто это, а вот кто, Марк, Апостол, и Евангелист, вот, третий, вот сколько черточек, это жития святых, 1173, вот представляете, что, ну, маленько прикинуть, вот они идут, пайлы, третий файл, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, это второй век пойдет сейчас, вот второй век идет, ну, а сзади там страница, это реклама окаянная, закрыла, третий век, вот, каждая черточка, жития святых, а один файл, это два часа, пять минут, вот, сами уже прикидывайте, сколько здесь заложено, нет этого нигде, это единственное в мире, в мировой практике, за историю человечества, как говорится, а мне Бог положил это на сердце, я постился, поехал, благословился у архиерея, тогда был докукин, здесь, гидеон, новосибирский, алтайский, барнаульский, вот, вот показывай, теперь четвертый век, самый большой, вот сколько идет, смотрите, медленно, гляди, третий файл, четвертый, пятый, это означает, вот маленький, седьмой файл, а то кто, Николай, Амброси, вот они заняли, два жития, все заняли, всю дорожку, дорожка, а теперь файл называется, дорожка, вот они идут, это все четвертый век, одиннадцатый файл, пятнадцатый, вот оно все идет, и вот все, какого числа, какой святой, и какой объем, это все только четвертый век, это надо было найти, составить, вот, чтобы легко можно было найти, там где синенький идет, синенький файл-то, а ты сюда зашел, и сразу видно, кого ты ищешь, вот оно полно где, сколько здесь файлов, сколько дорожек, сорок пять, сорок пять, ну, цифры может для того, кто не трудился, не знаю, то теперь я быстро уже, они мелькают, а вот каждый вот этот файл, два часа, голосом насчитать, ну, с выражением, как мне дано было, вот оно, смотри, отделяются друг от друга, по векам, десятый только век идет, я все еще молочу показываю, у меня даже враги, самые лютые, смиряются, когда посмотрят, это невероятно, ахает-охает, невероятно, это невозможно, я бы ничего не сделал, если бы не Речкунов, тогда был еще Алеша, Леонид Ильич, вот, он был спец, Божьей милостью, вот оно все здесь, жития святых, вот, если мы вернемся, это я вот Златоусы 12 томов перед собой держу, я никому еще не показывал здесь так подробно, а вот архипелаг ГУЛАГ Солженицына, вот я воткнул, вот я сижу на наушнике, вот опять снова начитан архипелаг ГУЛАГ, вот я воткнул сейчас, повторно начитанное написано, тут мои беседы с Дмитрием Дудко, аудио, беседы с Александром Менем, вот они книги, и вот они файлы, вот они все, идут три книги, вот они три файла, три, три столбца, ну опять же, вот это мешает окаянная реклама, во свете Библии, вот мы открыли это, а что дальше, творение Иоанна Златоуста, вот я его ткнул, 12 томов, 12, Иоанна Златоуста, вот она, каждый, вот здесь они до конца идут, это каждый том, вот они 12 томов, и каждая циферка, это файл, это дорожка, и я их насчитал, при советской власти, и меня они, когда первый раз выпустили из тюрьмы, то вернули всего Златоуста, хоть мешками распространяйте, то есть претензий у КГБ ко мне не было, там за другое, за то, что Архипелаг ГУЛАГ я насчитал, стихотворение про Ленина написал, вот кто начитывал, помогал, Геннадий Яковлев, это в городе Туре, был убит, по приказу Кришны, он говорит, сам-то Кришнаит вроде не было, а Кришну соблюдал, ну как он не был, отрезал голову ему, это его голосом тут насчитано, а здесь вот Михаил Бурюков Диакон, он сейчас у Агафангела, отец Геннадий Фаст, это магистр богословия в московской патриархии, кто помогал насчитать, Василий Толстенко, священник, вот он, где находится, где живет, все адреса, вот какие у нас фильмы сняты, все здесь есть, это вторая страница, сайт, сайт во свете Библии, запомните, а внизу православный форум Игнатия Лапкина, ткнул только, перешел, а вот здесь, всегда нужно новое сообщение, когда зайдете, вот я показываю где, в него ткни на первой странице, а страница 29, а потом что нужно, вот общий поиск, вот она где идет, под жирной чертой-то, и в него, в эту рамочку, заводи какое слово, и все у тебя будет, и вот так вот, Библия точно так же, у нас поисковик, вот сюда слово заводи, и Златоуста, все покажет, где это все искать, работа проделана, невероятная большая, вот, вот, теперь вот, православный видеоканал, тут тоже все по папкам, по темам разбито, ну тут работает специалист, ну материалы мои, все мои материалы, вот я гляжу, он уже новое восставляет, конечно, он закачивает без ужатия, и что тут, беседа за трапезой, священники из Барнаула, Московской Патриархии, Игнатий Лапкин, 2013 год, к нам они приехали, на престольный праздник, в этом году, 16 сентября, наша Свято-Анфимовская община, а это мой брат священник, престольный праздник, вот оно здесь все указано, вот сейчас выставляется в интернет, а то вы сектанты, еретики, я говорю, мы сектанты-еретики, давай распишись на бумажке только, чтобы ты назад не пятился, ну говорят, это священники, православные, им надо как-то обвинить, а они не знают чем-то, назвать блудником, я не блудник, пьяница, в рот не беру, там, я где-то деньги беру, у меня денег нет, минимальная пенсия, 5300 рублей, ну тогда они, сектанты, а проверь, я говорю, записали, сектанты, ну распишитесь, они боятся своей подписи, ну я сектант, я согласился, я еретик, ну распишитесь, боятся, почему они не знают, какой следующий, а следующий ход простой, вот он ваш архиерей, вот он здесь был, Дмитриев Максим, а сейчас этот, от Иванников, Сергий, так он с еретиками молится, он приехал с собой, 4 священника, вот они 4, ну местная, благочинная, секретарь епархии, бывший секретарь, сегодняшний, Филарет, и бывший Сергий Беляев, каноны, все против вас, вы молитесь с еретиками, я погибший, еретик-то, но вы-то все время к нам приезжаете, зачем, вы же молитесь, и во время богослужения, вы возглашаете имя, святейший патриарх, там отца нашего господина, Кирилла, местного, мы с вами молимся, батюшка у вас не запрещенный, нет, и его благословляет архиерей местный, какие мы еретики, я не опровергаю, да мы еретики, да мы баптисты, как вы назовете, фашисты, коммунисты, не назовете, вот, но вы-то с ними молитесь-то, вот вы за это ответите, вот что вы на людей-то развращаете, развращаете ложью, и несоблюдением канонов, молитесь вы с еретиками, то есть с нами, вы все под клятвую, а про меня что говорить, я раз еретик, но это обвинение, это ваше облыженное, ложное, оно не подтверждается, ни одного слова еретического нет, служба у нас, они приехали, говорят, один к одному, но вы-то лжете, вы знаете, что мы еретикисты, еретиками молитесь, по вашему сознанию, Бог будет вас судить, а я не виновен, вы меня обвиняете, что я князем бесовским, Вильзевулом, Вадимой, ну и что, я уподобляюсь моему Господу, да, а он не православный, да, я не православный, но почему в моем доме столько сектантов, стали православными, и среди вас батюшки-то, которые в моем доме сделали с православными батюшками, моего православия было достаточно, чтобы сектанты стали православными, адвентисты, баптисты, а ваше православие развратило церковь, и патриарх Кирилл вернулся с востока и говорит, состояние церкви духовное развалено, это вы развалили, вы сожгли, я в основу основу беру то, что Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Два пункта неправильного, неправильный вход в церковь, неправильный, нет рождения свыше, и второе, нет исполнения Духом Святым, нет крещения Духом Святым, от смерти в жизни, это не проповедуется, какие-то мощи придумывают, мироточения, крестные ходы, это все не наше, у нас должно быть одно, служение Богу, святое и искреннее, вот так на сегодня, что же тут они поставили, священники, ну вообще-то хороший у него это, какой чистый, вот я его сейчас нажал, посмотрю, это он ночью сегодня, видно, поставил, вот оно идет, беседа за трапезой, священники из Барнаула, ну вот с сентября, сейчас октябрь, еще месяц не прошел, и выходит, они с еретиками молились, а кто благочинный собора главного, у епископа Максима, сейчас, и по его благословению пришли, по его благословению, тут реклама, тут хоть неплохая реклама, пропустить рекламу, вот они здесь приехали, отслужили, теперь сидят за трапезой, ну и побеседовали, вот они сидят, вот это Филарет, это сегодняшний секретарь епархии, вот рядом с ним бывший секретарь, вот там я, видишь священники, это отец Аким, вот я стрелочкой пытаюсь показать, но так как на свет плохо видно, вот, видишь как, это там Диакон сидит, вот они у батюшки за трапезой, а это из Новоалтайска, вместо погиблого Михаила, там кажется Арсений звать, ну это я стою и им говорю, батюшка, это беседа, беседа, вот. А у нас с Погонского собора, у нас с Погонского собора, отец Анатолий. Отец Анатолий, поверните сюда, чтобы он закончил. Это память. Есть люди, которые против съемки, а у нас приезжал здесь Михаил Маслиник, ну и монахи благословили, он снимал, снимает в Алтаве, ну в Патриарках. Я вам потеряю звук. Ну и там тоже такие люди бывают, что как бы не хотели. Тут ни одного слова, никаких комментариев не дается, привязать это не к чему, это реальная картина. Они себе тоже снимают архиереи. Значит, минимум, все под запрещением должны быть эти священники, сегодняшние. Сегодняшний архиерей, это теперь Липецк, там, Евельце, Максим Дмитриев, они все должны быть под запрещением, потому что молились они с еретиками, они-то знали, что мы еретики, а мы-то этого не знаем и не признаем, мы-то невиновные, мы не еретики, мы православные. Я нашел этот выход-то, я их сразу осадил назад, так они радуются, что не подписали, да нет, вы не еретики, да вы же вчера говорили, Божью Матерь не признаем, у нас иконы, сейчас ей молились, достойно, Богородица считали, лжец не войдет, вот это нет, а ложное обвинение на меня, я получил за это награду от Бога, я люблю Златоуста, его сделал известным всему миру, его слушают в монастырях, архиереи, а вы лжете, а лжец не спасется, отцы кайтесь, пока не выехали отсюда, тут я им много в уши наложил, вот так, слава Христу, на сегодняшний день,